Вечер памяти Эрика Курман-Галиева прошел в Театре Астана Опера. На сцену камерного зала вышли казахстанские и российские артисты, друзья оперного певца, выступавшие с ним на ведущих мировых сценах. Эрик Курман-Галиев был контртенором, обладателем уникального сверхвысокого мужского голоса. Он виртуозно исполнял как сопрановые, так и контральтовые партии. Его голос охватывал огромный диапазон и обладал невероятной гибкостью и техничностью. Долгие годы дружили и сотрудничали. Мы с ним пели неоднократно оперу Танкреди, ну и концерты пели. В Пушкинском музее проводится декабрьские вечера, фестиваль такой был. Он еще заложен Рихтером. И там мы выступали. И нас связывала просто чисто человеческая дружба, потому что в Эрика нельзя было не влюбиться. Он был такой человек-праздник, человек-фейерверк, который дарил счастье людям. Тембр данной от рождения сделал Эрика Курман-Галиева уникальным явлением. На фестивале музыки в Бостоне его называли феноменом. Произведение из репертуара Эрика Курман-Галиева представили его друзья, российские артисты, контртенеры Олег Рябец и Рустам Яваев, заслуженная артистка России Лариса Рудакова и пианист Александр Котовщиков. Любимые арии певца исполнили и казахстанские артисты Жупар Габдулина и Батыржан Смаков. Российские артисты подготовили программу, основанную на предпочтениях Эрика Курман-Галиева. Они исполнили редкие произведения Россини, Моцарта, Генделя. Всяческие выиски, из разных архивов музыку, которая очень мало исполняется. Более того, он стеристически любил, например, эпоху Моцарта, классицизм. Особенно эпоху Бельканта. Ее в нашей стране, на постсоветском подстранстве, как он сам говорил, исполняли, просто мизер исполняется буквально. Поэтому он тоже старался при жизни найти деньги, возможность артистов. То есть он такой подвижник, он, как он сам говорил, сын степей. Ему ничего не надо было, кроме искусства. В Алматы и в Музее искусств имени Аблхана Костеева прошла персональная выставка художницы из Кыргызстана Халиды Шимовой. Ее художественный мир – это грациозные восточные танцовщицы, застывшие в движении. Дунганские невесты, детские забавы и игры, а также натюрморты с декоративным, насыщенным цветом граната и тыквы. Художница стремится подчеркнуть красоту каждой детали. Халиде Шимовой – урожень Кокетанус, раннего возраста, проживающая в Кыргызстане. Дунганские корни, безусловно, прослеживаются в творчестве Шимовой. Она с детальной точностью воспроизводит народный костюм. Также мы можем увидеть фактурную точность в натюрмортах Халиды Шимовой. Образование архитектора позволяет Халиде Шимовой через пространственно-образное мышление по-новому осмыслить живописное мастерство. На своих полотнах мастер воплощает богатейший мир фантазий. В библиотеке Эльбасы наградили победителей ежегодной литературной эстафеты «Третьи Абаевские чтения». Конкурс проходил в интернете. Участники читали отрывки из произведения Абая Кунанбаева и размещали видеозаписи в социальных сетях. Уникальный проект объединил людей разных профессий и возрастов со всех регионов Казахстана. Я впервые участвую в Абаевских чтениях. И у меня проснулось особое чувство. Снова перечитала слова назидания, учила стихотворения, выбирала среди них подходящие для конкурса. Я выбрала несколько произведений. Они посвящены знаниям, жизни, науке. Я записала видео на разных языках. На казахском, русском и английском. На конкурс поступило более 200 заявок. При этом около 20 тысяч пользователей социальных сетей поддержали эстафету комментариями, лайками и репостами. Лауреатами конкурса стали студент Ерсултан Усибжанов, ученица 10 класса Медина Желкобаева, врач столичной больницы Арай Желкобаева. Гран-при получила студентка из Усть-Каменогорска Гульбиби Сейдалиева. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 10 октября труппа Государственного академического драматического театра имени Горького даст постановку «Смешные деньги». 10 октября в Алматы артисты Акмолинского областного драматического театра представят публике спектакль «Чичиков». 11 октября в Центральном концертном зале «Казахстан» состоится показ постановки номер 13. Субтитры подогнал «Симон»